улыбчивого всем настроения сегодня решила разбавить вязание брошками я всегда хотела попробовать что-то такое более сложное чем простая плоская вышивка в интернете много мастеров которые делают просто нереальной красоты жучков и мотыльков и для меня это вообще за гранью понимания как можно сделать такую красоту я пересмотрела кучу мастер-классов вроде бы и не сложно и все понятно но одно дело смотреть как делают другие а сделать самой это не так то и просто у каждого мастера своя технология крепления и изготовления крыльев оформления и формы и это все так интересно все так неповторимо и я решилась на первый шаг подумала ну что я теряю даже если не получится в самом худшем случае можно его распороть и и все и конечно же у каждого самого крутого мастера был свой первый жук и вряд ли он был шедевром так что сегодня я вам хочу представить своего первого жучка и так давайте ближе к жучку когда я его начинала то не знала какой он у меня получится в результате я просто собрала материалы как мне показалось подходящие по цвету и без шаблона без эскиза сразу на фетре его вышивала я использовала как центральный элемент которого к сожалению не видно большую металлическую это не бусина это как большой металлический медальончик вот чтобы его укрепить я ему сделала оплетку из бисера их у меня была пара вот так он выглядит достаточно крупный большой и я решила что для брюшка это будет очень даже подходящая деталь к крылышки я ничем не укрепляла сделала их просто из двух слоев фетра первый слой это вышивка он синий и нижний слой выбрала вот такой рыженький на крылышках немножко бусинок немножко красивых блестящих камешков ну и конечно же достаточно много бисером центральный камень кристалл я выбрала тоже синий и украсила немножечко по краям бусинками вот так жук выглядит с изнанки он небольшой достаточно объемный и такой получился компактный конечно он у меня как первый самый лучший самый красивый но когда я его сделала я увидела ошибки и сейчас хочу ближе на них остановиться то чтобы я хотела изменить и исправить во первых как мне кажется брошь получилось тяжеловато именно не на вес а на вид очень много бисера и на крыльях его плетки я думаю нужно было бисеринок все-таки меньше использовать во-вторых очень плотно пришила крылья они полностью закрывают брюшка и сразу не увидишь что и внутри есть красота нужно было их пришить чуть стороны хотя бы хотя бы вот так я думаю так было бы красивее но уже как есть ну и конечно центральный камень нужно было или обшить или как-то по-другому сделать еще не знаю сбоку видна вот эта коробочка крепления самого камня и это смотрится как по мне не очень аккуратно но в целом я довольна это уже не просто плоская работа а красивая многослойная брошь и я решила учесть свои ошибки и сделала еще одного жучка мой второй жучок выглядит вот так у этого жучка я бисер на крыльях заменила на пайетки здесь использовала только бусины крылышки все также плотно пришиты друг другу но центральный элемент брюшка они не закрывают я сделала его немножечко больше и сейчас это выглядит вот так внутри жучок смотрится вот так достаточно аккуратненько сзади он выглядит хорошо ну и конечно центральный камень я обшила бусинками и теперь сбоку не видно крепление от центрального камня в целом я брошкой довольно она получилась намного аккуратнее чем первое по размеру чуть чуть больше напишите какая вам больше понравилось ну и конечно же совет и критика принимаются в неограниченном количестве я очень рада что попробовала результатом я довольна так что не бойтесь пробуйте и у вас все получится это касается не только брошек ну и напоследок хочу вам рассказать небольшую историю под названием марина где были твои глаза когда я делала эту брошечку то побегала по городу в поисках нужных мне материалов и более-менее подобрав я ее сделала на обзорном видео этой брошки одна девушка написала что не очень сочетаются цвета пайетки с перьями там еще фото немножечко цвет исказила но цвет действительно отличается я это видела еще самого начала поэтому добавила яркий камень и добавила ярко-розовые бусины чтобы они хоть как-то перекликались с теми перышками которыми которые у меня есть и это я хотела так спасти ситуацию и уже когда брошка была готова когда видео уже было отснято сижу я вижу поднимаю глаза и мой взгляд останавливается на чем бы вы думали сейчас я вам покажу мой взгляд останавливается на перьях представляете на перьях которые у меня стоят тут уже полгода я так радовалась что купила розовые перышки и не видела что у меня прямо перед носом то что подходит мне просто идеальным представляете это ручки это у меня простые ручки я люблю блокноты и люблю ручки и покупаю их каждый раз как как только попадаю в конц товары стоили они вообще не дорого копейки какие-то как я их не видела у себя прям перед глазами просто не знаю и так посмотрите это это подходит просто идеально и по цвету и по форме и одного пера бы мне хватило для брошки но уже есть как есть обидно ну вот ну вот как так как так как я не досмотрела не не увидела вообще не понимаю но зато теперь я знаю где в следующий раз взять красивые перья эти перышки для брошки просто идеальный одного пера бы хватило с головой жду ваших комментариев пишите какой жучок вам понравился больше и большое спасибо мои дорогие что заглянули и в этот раз ко мне в гости и провели это время со мной